МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Римском кинофестивале, приз, который называется «Золотой Марк Аврелий». Главный приз нашего российского международного кинофестиваля «Кинотавр». А также приз гильдии киноведов и кинокритиков. Я хочу представить вам сегодня тех, кто приглашен на закрытый показ. Режиссер Кирилл Серебренников. Исполнитель главной роли, актер Юрий Чурсин. Заслуженная артистка России Марина Голуб. Актриса Елена Морозова. Актер Игорь Гаспарян. И актер Андрей Фомин. Мы условно поделили экспертов на две группы. Вот слева от меня, справа от вас, сидят те люди, которым нравится и фильм, и вы. Все здесь присутствующие. А справа от меня сидят люди, которые не совсем, видимо, поняли фильм. Иначе бы им понравились и вы, и все присутствующие. Правильно? Первый вопрос я позволю тебе задать режиссеру. Кирилл, вы довольны картиной? Доволен ли я? Да. Знаете, бывает у художника такое странное ощущение после того, как снял фильм. Я рад за судьбу картины. Вот как бы я сказал. У нас сейчас очень простая задача. Огромная аудитория Первого канала вот в данный момент принимает решение. Остаться на первом и посмотреть кино, переключиться на другой канал или лечь спать. Я прошу в двух словах, буквально в двух словах, сказать, рекомендуете вы этот фильм к просмотру? Да или нет? А если да, то почему? А если нет, то уж не стесняйтесь в выражениях, пожалуйста. Марк Анатольевич, давайте с вас начнем. Вы знаете, когда-то Маяковский сказал о Велимире Хлебникове, что это поэт для поэтов. Я думаю, что этот фильм Кирилла Серебренникова, он прежде всего интересен и важен для профессионалов. Но тем, кто интересуется всерьез современным кинопроцессом в России, я настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. То есть вы понимаете, что вы сейчас сократили аудиторию вдвое. Лев Александрович. Насчет спать не может быть и речи. Но более мерзкого ощущения от реальности я давно не испытывал, когда смотрел эту картину. От кинематографической реальности или от нашей реальности? И от той, и от другой. И успокоился я только когда... Все встало на место только, когда я услышал с экрана первые матюги. Я понял, что произошло, где я и что мне делать дальше. То есть именно поэтому вы рекомендуете или не рекомендуете? Приятно от филолога это слышать. Людям слабонервным не рекомендую. Понятно. Что вы сказали? Приятно слышать от филолога. Да. 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 Любовь. Не только тем я рекомендую смотреть, кому важен кинопроцесс наш, но и тем, кто хочет думать о том, что происходит за окном, потому что это один из немногих фильмов. В нем, правда, мало приятного можно узнать о времени, но, к сожалению или к счастью, это один из немногих фильмов, где я это время узнала. Наши времена. Да, да, да. Который мне помог о нем подумать. За что я очень благодарна создателям. Юрий, ваше мнение? Я воспринимаю эту картину как сигнал бедствия. Это СОС нескольких поколений, терпящих катастрофу. Людям, которые не хотят думать о сложной судьбе своих детей, я категорически не рекомендую смотреть эту картину. Люди, которые любят и хотят трудиться над тем, что называется душой, сердцем, жизнью и так далее, я всячески рекомендую совершить этот труд. Виктор, я хочу призвать зрителя дождаться последней фразы фильма. Потому что она так написана и так сыграно, что я считаю, это одна из лучших финальных фраз вообще современной драматургии, которая объясняет, и вы увидите, зачем вы смотрели этот фильм. Это хороший ход. Это хороший ход и режиссерский тоже. Припасти главное, да, в конце, чтобы дождались. А там раздевается кто-нибудь в конце, что ли? А вы посмотрите. Виктор. Мне кажется, тому, кто интересуется тем, за что дают призы у нас и за рубежом, этот фильм смотреть непременно надо. Тому, кому нравятся фильмы, похожие на спектакли, сделанные по спектаклям, тоже этот фильм смотреть надо непременно. Тому, кому нравится мат, даже в забибиканном состоянии, просто нельзя отходить от экрана. Аудитория наша. Нет, наша. Виктор. Этот фильм смотреть ни в коем случае не надо, потому что он наладил на такие размышления, на такие мысли, которые совершенно не нужны. Надо смотреть совершенно другие передачи на сон грядущий. Да. А я объясню позиции Виктора Эдуардовича. Как? Он точно знает, что если критик сказал, что смотреть не надо, то фильм смотреть будут. Вот теперь аплодисменты. И тогда надо сказать, что фильм запрещен. Господа, господа, мы... Мат перевод. Пожалейте, 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 все-таки сейчас наша аудитория, которая принимает решение, не начинайте обсуждение фильма до того, как они его все-таки... Александр, они уже выключили. Спокойно. Мама! Она смотрит, я точно знаю. Теперь я знаю, кому мы показываем этот фильм. Нам осталось только попросить Кирилла сказать последнее, первое слово перед фильмом. Мы сняли комедию. Она может кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это всего лишь фильм. Один из фильмов, который выходит сегодня. Посмотрите его, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, что должно быть сказано сказанное, нам осталось посмотреть фильм Кирилла Серебренникова, изображая жертву. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. А хочу напомнить вам, что вы на Первом канале только что посмотрели премьеру фильма режиссера Кирилла Серебренникова, изображая жертву, И мы будем обсуждать эту картину прямо сейчас в студии программы «Закрытый показ». Как всегда, после показа фильма возникает куча вопросов. Конечно, как к создателям. Я прошу сейчас, не стесняясь ничего, не мешкая ни в словах, ни в выражениях, экспертов обратиться с вопросами к тому, кто это сделал. Есть вопросы? У меня есть вопросы. Пожалуйста. Кирилл, скажите, пожалуйста, а те призы, которые получила картина, с какими формулировками были вручены? Что там написано, кроме того, что это вот приз? Там есть содержание какое-то? Вы знаете, ввиду того, что это первые призы, а не просто первые, главные призы. Пожалуйста. Вы знаете, я сидел в кинозале в Риме. А вы знаете, кто дал премию в Риме? 50 зрителей. Не какой-то там абстрактный жюри. Это выбирали зрители. И они дали первый приз. И вы знаете, я вам скажу, хохот не смолкал. Они смеялись, они хохотали. И поэтому это веселое кино при всей своей сложности, при всей своей социальности. Если бы вы были представителем жюри, как бы вы сформулировали главный приз? За что? За продолжение традиции гуманитарных. Видимо, за диагноз, определенный диагноз, определенного социального состояния, прежде всего, молодежи и российского общества. То есть, правильно ли я понимаю, что вы поверили авторам, создателям этого фильма, что наше общество именно таково, каким оно предъявлено в фильме «Серебренникова»? Модель жизни, которая предлагается в этой картине, абсолютно идентична той жизни, в которой я живу и так, как я ее воспринимаю. Пожалуйста. Кирилл, в центральном матерном монологии этого фильма звучит слово «поколение». Поэтому у меня естественный вопрос. В нашем кино было достаточно много картин, которые снимали именно о поколениях, об отцах и детях. Какие из них вы держали в голове, когда снимали картину? И держали ли вообще что-то? Хороший вопрос. Вообще, у вас было ли что-то в голове, когда вы это вообще делали? Я вам скажу, что для меня было важно, я вспоминаю картину «Курьер», потому что она в свое время произвела на меня впечатление. Еще больше картину «Плюмбум» или «Опасная игра», потрясающий фильм о дебюсах Абдрашитова. Не хочется эту этимологию вам здесь вываливать, потому что это какая-то кухня, а не все надо знать. Понимаете, вы хотели нас привести на ОРТ и как бы раздеть, а мы вам все не скажем. Мы хотим знать все. Пожалуйста, Виктор. Я задам зрительский наивный вопрос. Есть ли действительно в штате, следовательском штате, такие люди? Вы знаете, есть. Есть. То есть это, может быть, не так все выглядит, хотя мы брали реальные съемки с мест, на которые вывозятся преступники, подозреваемые, и они это все повторяют. Это не совсем все так, но такие люди, может быть, это не штатная единица, но такие люди есть. Я думаю, что братья Пресняковых их, в общем, где-то подглядели. Тогда еще один вопрос. Не пробовали, нет ли у вас мысли показать этот фильм этим людям? Вы знаете, я думаю, что они его смотрели. У нас есть данные про это. Во всяком случае, была умопомрачительная история, когда Артист Хаев приехал, в неположенном месте оставил машину, его, как обычно, как у нас водится, эвакуировали спешно. И он прибежал, значит, на эту автостоянку, и там был вот какой-то такой уставший человек сидел, милиционер уставший. И он, что артист может сказать? Ну, пожалуйста, приходите в театр. Ну, вот, а какой спектакль? Он говорит, изображай жертву. А Виталик там тоже играет эту же роль. Он говорит, хорошо, я приду, но я приду с женой там и с братом. Виталик говорит, какой ужас, что же это будет? То есть, да? И как его наше было удивление, когда этот человек, так сказать, после спектакля сказал, значит, так, если у тебя, если у твоих друзей, если у кого-то еще из ваших вот этих всех эвакуируют, сразу мне звони. То есть, вот это... Успех! Знаете, нет, успех будет полным, если вы сейчас назовете номер телефона этого человека, потому что не все же для вас, есть же другие люди, значит, это... Во всяком случае, это хорошая рецензия, так сказать, наверняка есть и плохие. Да, 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 пожалуйста, у вас, как у режиссера, которому есть что сказать, была ли какая-нибудь сверхзадача, ну, скажем, помимо того, чтобы их всех достать, победить, угадать, чего не хотят, некая персональная сверхзадача? Спасибо большое за вопрос, честно вам скажу, мне хотелось сделать не очень приятное кино, потому что мы вокруг погружены в такой, как бы, котел всего приятного, и мне иногда кажется, это ложью. При том, что в этом материале очень много фантазии, фантастики, это гротеск, это, так сказать, ну, сгущенная реальность, концентрированная, не все, разумеется, так, и только люди совершенно без чувства юмора и, ну, с каким-то зашоренным сознанием могут сказать, да, вот это именно так, как... Мне бы хотелось просто, чтобы этот фильм заставил задуматься и заставил подумать о том, как мы живем, и какие мы, и сколько вокруг нас лжи, и как мы за эту ложь отвечаем, и каким языком мы за эту ложь можем ответить. И тогда, ну, то есть какие-то вопросы, которые наверняка, так сказать, провоцировали, так сказать, вот ваши... Слушайте, а, вот это хорошие очень слова, это верные слова, правильные слова, даже грамотные слова, я бы сказал, да. Но вот давайте мы сейчас спросим, вот зритель сидит у нас здесь, да, кого, о чем заставил задуматься фильм? Есть у кого-нибудь точка зрения, о чем вы не думали до того, как смотрели фильм, и о чем задумались после того, как его посмотрели? Пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что фильм надо посмотреть, что он заставляет действительно задуматься... О чем? Ну, о нашей жизни. Для того, чтобы задуматься о своей жизни, нужно кино посмотреть, что ли? Нет, ну, вы знаете, это как-то, как, подталкивает, что ли, заставляет глубже этого все равно увидеть со стороны и поразмышлять. Ну, вот я не согласна с тем, что это комедия, пусть даже черная, но действительно, вот посмотрев этот фильм, я вот себя несколько раз ловила на мысли о том, что вот мне не хочется смеяться. И вот, и вроде бы сцены такие смешные, и юмор, а вот смеяться мне не хотелось. Может, у нас с вами просто чувство юмора нет? Да нет, вы знаете, в общем-то, я смотрю комедии, где, не знаю, может быть, и... Вот, ну, этот фильм у меня немножко оставил тяжелое впечатление, вот такое вот мое мнение. Тяжелое кино, тяжелое. Пожалуйста. Ну, знаете, просмотрев этот фильм, я хочу сказать, это крик души, крик нашего души. У нас все-таки упущено то, что в семье очень много недостатка в воспитании. Да, у меня есть нормальные, прекрасные дети. Извините, ради бога, я продолжу. Дело в том, что очень важный вопрос. Когда делали картину, я прочитал, что, ну, какой-то ужасный процент, ну, я не знаю, 14% молодых, когда их спрашивают, а какой главный страх вот ваш? Главный страх, они говорят, мы боимся жизни. Вот тут герой боится жизни. И вот мы, так сказать, фантазировали, что может быть, если, так сказать, этот страх станет запущен. Я вот что хочу сказать. Мне сегодня, я должна скоро уйти, поэтому я взяла на себя внимание, я сегодня играю Гамлета. И я играю Гертруду. Фактически ту же самую женщину, которую я сыграла в «Изображая жертвы». Как бы сказать, я сейчас скажу от женщин. У каждой женщины-матери есть свой комплекс. Он разный. Если у него есть ребенок, ребенок сложный, она начинает, конечно, винить ребенка. Прежде всего, что он ее не слышит, что он ее не понимает, что вы другие. На самом деле, этим она прячет свой комплекс, что она ничего не может сделать. Тут это правильно, что это как бы написано, изображая жертва, она как бы, я не знаю, как это точно сказать литературно, но это такой отголосок шекспировского Гамлета. Марин, тогда ответьте на вопрос, она очень простая, да? Папу отравили или нет? Я хочу сказать, папе изуродовали жизнь. В нашем фильме он же говорит, что, она говорит, что он болел. Вы знаете, что? Призрак отца Вали появляется у нас на глазах, мы его видим. Я хочу сказать. Так же, как в шекспировском Гамлете. Ответьте мне на вопрос, кто его убил. Я сейчас отвечу вам, вы меня сейчас перебили. Я хочу сказать, что вот я играю в Гамлете классическом, и мы, когда строили роль, мы решили, что Гертруда не знает о том, отравили ли ее мужа. Не отравили, она хотела, чтобы его не было. Был мужчина, который уже ей нравился, и ей сказали, он умер. Она сказала, ах, как жалко, умер. Но у нее была любовь. Видимо, с этой женщиной в какой-то момент, в изображении о жертве, произошло то же самое. Был брат. Был брат, с которым у них были какие-то уже теплые отношения. И мешал этот муж, который уезжал далеко, плывал на корабле, а потом зачем-то приплывал. Он стал болеть этот... Они его отправили куда-то, а у него там желудок больной. Чего-то она ему не дала, лекарств, неважно. Можно не убить, можно подумать. Этого достаточно. Во многих семьях люди живут, во многих наших, к сожалению, семьях, люди живут не очень благополучно в супружеской жизни. И мужчины очень часто раньше уходят из жизни, и сыновья от этого оказываются наедине с матерью, а матери трудно с мальчиком. В этом фильме есть некая квинтэссенция боли и комплекса, который существует в нас. Но это, оказывается, существует и в Италии, и во многих других семьях, когда существует некое предательство по отношению к человеку. А оно влечет за собой предательство по отношению к ребенку. А ребенок все чувствует. Скажите, пожалуйста, вам-то фильм кажется смешным? О, нет. Я хочу сказать, в этом фильме есть удивительный юмор. Кирилл эти вам обладает, я актриса, которая с ним работает. Он запускает некую вакцину, которая всегда стреляет трижды. Это смешно, это грустно и это трагично. То есть вот этот юмор, настоящий юмор, он неоднозначен. Это неоднозначный юмор. В каких-то вещах, у нас есть сцены, они просто смешно сыграны, смешно поставлены. Но когда сцена заканчивается, ты понимаешь, какой это ужас. Понимаете, какой ужас, который происходит. Я очень благодарна Первому каналу, что они не побоялись, что вы так резко вдруг сказали. Давайте посмотрим. Вы знаете, когда я хохотал, как подорванный, вот в этом фильме. Когда я понял, ну это аллюзия Гамлет, не Гамлет. Когда я понял, что отец Гамлета и Клавдий близнецы. Вот тогда я стал хохотать, потому что, а какой смысл было травить этого, если это такой же. Что-то в этом есть, я еще не до конца разобрался. Прежде чем мы дадим возможность остальным нашим экспертам задать вопрос с съемочной группой, мы отпустим Марину. До свидания, до свидания. Марина ушла в ночное. Да, но сразу на смену кей. Пришел Виталий Хаев. Здравствуйте, Виталий, присаживайтесь. На аплодисменты. Свято место. Пацаны. Вот это настоящий вход артисты. Я прошу ваше внимание сейчас, господа. И прошу ваше внимание на экран. Поскольку, раз уж мы заговорили о Гамлете и гамлетизме, о неких ссылках и аллюзиях, которые явно присутствуют в этом фильме, то историю вопроса, историю вопроса российского киногамлета, нам любезно предоставил в этом замечательном ролике журнал «Сеанс» и главный редактор Люба, который здесь сидит. Внимание на экран. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира? Если в фильме есть намек на Гамлета, значит, не все в порядке в датском королевстве. Эпидемия Гамлета в Советском Союзе началась после 20-го съезда. Универсальная трагедия Шекспира отражала состояние общества, которому открылась страшная тайна о прошлом. И если Гамлету Михаила Казакова в постановке 1956 года было 20 лет, то уже в 1962-м режиссер Григорий Козинцев утверждает на роль Гамлета 40-летнего Смоктуновского. Гамлет Казакова медлит, потому что молод, наивен и открывшаяся правда повергает его в отчаяние. Гамлет Смоктуновского – взрослый уставший человек, который медлит, потому что знает развязку. Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя. Впрямую сюжет шекспировской трагедии в советском кино больше не появлялся. Трагедия общества, открывшего страшную правду о самом себе, перешла в драму рефлексирующего интеллигента. Зачем же Шекспир понадобился режиссеру Серебренникову? Вписанный в меловой контур следственного эксперимента Гамлет братьев Пресняковых, призван изобразить жертву, ни в коем случае ей не являясь. Гамлет Чурсина – это равнодушный Гамлет, который вынужден притворяться, чтобы скрыть свое равнодушие. На убийство его толкает презрение, а история повторяется как фарс. Да, не забудьте сказать, быть или не быть. Спасибо журналу «Сеанс». Мне показалось, что тема для разговоров брошена. То есть вы когда снимали это, был Гамлет или не был Гамлет? Это так очевидно, что даже, мне кажется, про это говорить не надо. Я лично не согласен с тем, что Валей руководит равнодушие. Да, равнодушие, мне кажется, напускное, цинизм тоже напускной. В основе лежит страх, панический страх жить. А из чего это видно? Кроме сцены, где он боится прихода отца, панически боится. Кроме сцены на подоконнике, где он панически боится упасть. Кроме двух-трех сцен, где чувствуют, что сейчас могут из него не изображенную жертву, а реальную сделать. Да в чем еще выражается этот страх? А в чем цинизм? Цинизм, он в любом случае только в отношениях с этими людьми. Убить беременную, возлюбленную, невозлюбленную, по-моему, это, ну, как-то беспредел. То есть вы серьезно к этому относитесь, как к документальному факту? Ну, я же наивный человек, я смотрю сюжет. Я наивный человек, я смотрю за развитием логики персонажа. Да, он мне не симпатичен с самого начала. Я не изменяю к нему отношение до самого конца, а пока он не совершает, с моей точки зрения, совершенно закономерный поступок, потому что он подонок. Почему вам нравится Гамлет? А кто вам сказал, что мне нравится Гамлет? Вот. У Шекспира, как и, извините, и у братьев Преснякова, вообще выведены малоприятные люди. Понимаете, вот так получилось. Знаете, есть же теория, что если на сцене демонстрируется концентрация зла, то в зале, теоретически, должна возникнуть некая концентрация добра. Если мы сейчас будем говорить о Гамлете и прочем, мы уйдем... А мы будем говорить о Гамлете, знаете, почему? Знаете, я вам объясню, почему. У нас есть некая проблема, некий вакуум с героизацией современного вот человека, да? С идентификацией. Героизацией сколько угодно. Нет, нет, Гербарьев уже знаете сколько, нет, этого достаточно. И классификация есть, да? Нет того, зачем не наблюдаешь в Гамлете, да? Нет человека мучающегося. Нет человека страдающего. Его нет. Вы говорите, есть, но он страдает по-другому сегодня. Он страдает вот так. А как еще тогда считывать аллюзию на Гамлете? Как? Да, пожалуйста. Плохо это, хорошо ли это, нравится это нам или не нравится это нам. Мы живем в таком обществе, где нет этого страдающего человека, который ходит... Подождите, не перебивайте. Ходит по улицам даже Москвы, не говоря уже о России. Подожди. Приходится признать, что мы с тобой в разных обществах живем. Наверное. Но я тебе хочу сказать, что каждый второй двор в Москве ходят такие ребята. Это, конечно же, художественная история. Но персонаж Хаева за пять минут до финала этого фильма, да, говорит им всем, уроды, посмотрите на себя. Что вы делаете? Футбол проигрываете? И вообще, как вы живете? Человек, главный герой, слышит это. Ему попадает это в уши. Но он, тем не менее, через пять минут экранного времени совершает то, из-за чего Хаев на протяжении пяти минут говорил, что очнитесь, вы ничего не чувствуете, вам делают больно, вы не чувствуете. То есть, как бы в этот момент, наверное, главный герой должен подумать, боже, я должен подойти к матери, я должен ей сказать какое-то слово, которое ему не сказали в течение 20, сколько ему лет. Или как-то я должен что-то наладить, никто ничего не хочет налаживать, потому что легче убить. И не может, если бы у тебя возникла жалость к этому главному герою, тогда диагноз нужно было ставить, в принципе, уже не Кириллу Слебенникову, не этому фильму и не тебе, то есть и не главному герою, а тебе. Потому что жалеть нельзя этого человека. Ну, на мой взгляд, Кира может быть что-то другое думает. Почему? Мне кажется, что потому что пустота в чувствах. Есть другая точка зрения, которая звучит так. Людей жалко, особенно всех. Особенно всех, да, безусловно. Но мы же говорим. Кирилл, у меня вообще-то уже много сейчас возникло вопросов. Может быть, не точное было слово равнодушный. Но я еще давно хотела вас спросить, а как вы-то к нему относитесь? Вот. Потому что, понимаете, вы назвали Плюмбу, назвали Курьер, да, когда пытались там как-то вас спрошить об этимологии. Это два абсолютно разных персонажа и два абсолютно разных авторских к ним отношения. В одном случае сострадание, в другом случае ужас перед тем, что режиссер увидел в молодом герое. А вами-то что руководила? Жалость, сострадание, непонимание, обрезгливость? Обрезгливости не было, было желание понять и было страшно. То есть вам было страшно? Было страшно. Но я пытаюсь это изжить смехом. То есть мне кажется, что вот те вещи, которые там есть смешные, да, они способны снять вот этот мрак, который идет из этой пустоты. Потому что, в общем-то, то, что написано у братьев Пресняковых, это черная дыра. Герой черная дыра. Простите, ради бога, познайте, пожалуйста, те сцены в фильме, которые вам кажутся смешными. Я хочу понять просто. Все. Ну, я ленюсь сейчас, знаете, перечислять монтажные склейки. Мне, например, первая сцена кажется все-таки смешной. То есть она жутковатая, да, но... Это про расселёнку? Про расселёнку. Ну, это как бы совершенно абсурд. И это абсурдная история. Ну, как, в этом абсурд... То есть можно говорить, да, да, абсурд нашей жизни. Хорошо, да. Но можно и как-то... А Хит Джакова здесь и горько, и смешно, и... Хохотательно. Я хочу сказать, что... Игорь, мне кажется, персонажа играет, который, в общем, всё это сделал, но он смешно делает. Я хочу сказать, что этого парня с расчленёнкой мне жалко. Мне жалко. И это достоинство фильма, что в чёрной комедии существует, для меня, во всяком случае, существует элемент человеческого чувства и даже сентимента. Потому что все истории, извините, я перебиваю, но все истории, связанные с этими убийствами, они про любовь. Один любил, расчленил, другой любил. Я скажу, Кирилл, они про любовь, но про какую любовь? Оттелло душит Дездемону в шикарных декорациях. Здесь это происходит в биотуалете. Или в бассейне. Ну, не облиться ли слезами по этому поводу? Обратите внимание, что всё обсуждение касается театральной, очень условной истории. С этими героями нельзя себя не соотнести, нельзя не испытывать никакие к ним отношения, потому что это своего рода марионетки. На месте главного героя может быть зелёный слоник. Расчленение это или не расчленение, это не так важно. Кино, в отличие от театра, кино второй половины 20 века и кино современное, больше всё-таки показывает, а не рассказывает. Это, безусловно, такое произведение искусства, где контекст больше, чем само показывание. Я думаю, это абсолютно уместно на театральной сцене. Это, наверное, очень глубокое произведение. Безусловно, это интересные драматургические ходы. Но кино, собственно, тут нет. С вашей точки зрения, всё хорошо, всё здорово, всё понятно, всё читается, но не кино. Безусловно, это всё вдумывание. Тут ещё надо добавить, что мало того, что действительно налёт театральности очень сильный, и актёры, талантливые актёры играют в театральной манере. Но в рамках театральной манеры они позволяют себе то, что называется концертные номера. Концертные номера – это уже два шага в сторону от кинематографа. И это, тем не менее, происходит. Я не буду вам... Там есть ещё и третья степень органики, так называемая бытовая органика, когда работает видеокамера. Да. То есть там некая эклектика в актёрской игре от начала до конца. Вот надо понять, сознательно она или нет. Нет, но концертные номера – это актёр без грима. Я не вижу никакой эклектики. А театральная стерророва настолько, сколько в фильмах Душина Маковеева, где люди, в общем, тоже очень условны. И есть, так сказать, есть документальное кино, где, как бы, надо показывать персонажей очень-очень настоящих. Есть кино какое-то другое. То есть оно разное. Я не говорю, что это, вот, так сказать, я всю жизнь мечтал снять фильмы по пьесе, говоря с вами, да? Так, так сказать, вышло, да? И это осознанный шаг был, мне было это интересно. Но, разумеется, там, я тоже люблю фильмы, где картинки больше, чем слов. В связи с тем, с этим действительно возникает такое странное ощущение, что, в сущности, эта история мало бы потеряла, если бы просто пересказали. Она сама по себе хороша, так пишет, например, там, Довлатов или, скажем, там, Михаил Веллер. Ну, некоторые фильмы нельзя пересказать, и мы разводим руками. Этот фильм прекрасно пересказывается, а вообще кое в чем по монтажу он напоминает, например, программу «Городок». Приколы нашего городка, а в особенности ужасы нашего городка, которые великолепно там сопровождают каждый отдельный эпизод. То есть сам эффект целостного произведения странным образом не срабатывает, несмотря на то, что вроде бы все чудесно, все хорошо, да? И мне кажется, вот, может быть, я ошибаюсь, но такое ощущение, что некоторая ошибка допущена в том, что создателям фильма и режиссеру хочется угодить слишком многим сразу. Как если бы, например, мы стали танцевать с девушкой, но и забыли, что мы танцуем именно с этой девушкой, именно с ней. А одновременно, как бы, получается, что мы танцуем со всеми, чтобы и той, и другой, и третий, и четвертый понравились под нас. То есть вы обвиняете в конъюнктурщине, что ли? Ее бросают на самом важном месте, и оказывается, что, в общем-то, вот такое, ну, я не знаю, ничто так не вердит хорошему человеку, как желание оказаться еще лучше. И вот это желание оказаться еще лучше, желание действительно угодить всем, оно, мне кажется, в чем-то завершает структурную картину. Я только сейчас могу сказать, что мы не отвечаем за чужие сны. Все. Пока, пока к вам не пришли ваши собственные сны, я прошу вас посмотреть рекламу на Первом канале, а когда мы вернемся, мы продолжим обсуждение. Итак, мы вернулись в студию программы «Закрытый показ» для того, чтобы продолжить обсуждение фильма Кирилла Серебренникова, изображая жертву. АПЛОДИСМЕНТЫ Мрачнее тучи сидит Лев Александрович Анинский. Лев Александрович, чем вызвано ваше состояние? Позвольте объяснить. Да. Только давайте Шекспира оставим в покое. Чего так? Гамлетом. Почему? Потому что мне в этом фильме, кажется, более интересен тот факт, что юноша зарезал девушку. А приходит дознаватель и просит его имитировать эту сцену снова. И все это имитируется снова. И выясняется, что зарезал он ее, когда она испражнялась. Я начинаю соображать, что нового мне говорят. Что убивают, да у нас все время убивают на экране и в жизни, но на экране больше. Что испражняются, да наша литература испражняется уже лет 15. И даже унитазы ей ставят. Что тут нового? Что жизни как таковой нет, ее не может быть, а есть изображение этой жизни. Все имитировано. Что жертва изображает жертву. Что киллер изображает убийство. Что нет вообще ничего. Ну и что дальше с этим делать? У меня такое ощущение, что люди, которые созерцают это отсутствие жизни, немножечко веселятся, чтобы смягчить это ощущение. Но сказать им что-то по этому поводу всерьез, может страшно, а может нечего сказать. Им более интересно, что кино оказывается, извините, я не буду повторять, где оно оказывается, но допустим в заднице. Им кино интереснее того, что в реальности. И в результате интересно, какие вы премии получили, сколько вы дней снимали. Вот это меня внутренне бесило, что нечего сказать им по поводу того, что реальности у нас с вами нет. Мы все изображаем. Я думал, господи, да я готов выматериться по поводу того, что они мне предъявляют. И вдруг я обнаруживаю, что и они ничего не имеют, кроме того, чтобы выматериться. И когда господин следователь начинает материться, я наконец успокаиваюсь. Вот и все, мое впечатление. Марк Анатольевич. Да, у меня есть несколько светлых мыслей, которые пришли мне. Одна черная, но я, может быть, ее и не скажу. Вы знаете, я думаю, что есть удивительная ироническая дистанция режиссерская между теми страшными событиями, которые происходят, и тем, как мы это воспринимаем. Я воспринимал это... Я не хохотал, не смеялся, но мне было смешно. Я воспринимал это как очень остроумный такой фантастический наворот, как такое фонтанирование замечательными кинематографическими средствами. Я считаю, что это кино, новое кино, и кино замечательное, и удивительное, и особенно начало. Начало, оно опрокидывает тебя каким-то таким, ну, гипернатурализмом, который переходит в замечательный абсурд. Театр абсурда или кинематограф абсурда – это очень серьезное, так сказать, направление и серьезные наши, так сказать, размышления о жизни. Я думаю, что Кирилл Серебренников, я к нему испытываю какую-то слабость. Я понимаю, что он выдающееся, очень интересное явление сам по себе, которое очень оживил театральный пейзаж. Каким-то образом, удивительным образом, когда, я не понимаю, он снял этот фильм, который я смотрел, понимая, что это какой-то очень интересный театральный, кинематографический язык. Там были театральные актеры, но они замечательно существовали, они сделали определенную коррекцию на существование в кинематографе. И, вы знаете, я думаю, что это вклад в нашу культуру, безусловно. И, у меня есть одна такая мелкий укол, потому что от режиссера надо ждать чего-то неприятного. Когда дело дошло до японского ресторана, Кирилл Серебренников сказал Эльдару Александровичу Рязанову, нет ли какой-нибудь у вас смешной артистки, мне вот, чтобы она тоже оживила обстоятельства и что-нибудь спела, может быть. Вот, Эльдар Александрович сказал, конечно, есть, выжила Илья Хиджак. Вот это у меня единственная вещь, которая меня чуть-чуть задела и покоробила. А все остальное, я думаю, что этому человеку надо пожелать удачи. Понятно. Потому что он еще многое скажет. Кирилл, поскольку я не умею разговаривать с явлениями в российской культуре, можно я задам все-таки Юре вопрос, да? Юр, как вы-то относитесь к своему герою? К определенному срезу в реальности современной молодежи. Вы таких знаете? Да. Много их? Их тьмы, тьмы, тьмы. Это очень много людей, которые асоциальны, безразличны к тому, что происходит. А как вы к ним относитесь? Личное мое отношение, мне кажется, что они не совсем правы. Какое-то художественное к ним отношение. Мне хочется выжечь это, прям выжечь этот вирус из сознания людей. Чем? Показать им в зеркало, чтобы они сами испугались себя и ушли. Скажите, пожалуйста, а почему вы не такой? Потому что не хочется быстро умереть. Мне кажется, что такое состояние нейтральности, такое состояние холодности и такое состояние, ну, обмана самого себя, что ты, как бы, ничего не делая, при этом чего ты стоишь, оно ведет к быстрому какому-то исчезновению личности и быстрой смерти. Простите меня за идиотский вопрос, но если вы не хотите быстро умереть, вы хотите долго жить. Зачем? Ну, это так круто. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гамлетовские вопросы задаешь современному. А у меня, если позволите, еще один вопрос, да, Саша? Да, потом бы. Скорее всего, это ко всей, значит, команде моих коллег и, естественно, Кириллу. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите мне, пожалуйста, у меня возникает ощущение, что вообще превалирует здесь медицинский диагноз. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда вы берете этот материал для работы, вы хотите самолечения? А вы почему-то, вы как-то очень, во-первых, я, извините, путанно буду говорить, потому что, когда про меня хорошо говорит Марк Анатольевич Захаров, я впадаю в шок и каталепсию. У меня происходит ступор, потому что это человек... Вы рано впали, он вас и поругал тоже, да? Да. Ну, я услышал все. Я гораздо лучше слышу, чем вы думаете. Просто человек, в спектакле которого меня заставили заниматься театром. Вот каждый раз, это для меня очень важно, любое его слово. Я могу сказать, что не надо путать персонажей фильма и авторов фильма. Не надо, так сказать, разный... Банальная вещь. Я не про это. То есть мы не про это. Я не про это. Я не про это. Я про то, что... Простите. Нет ли здесь попытки избавиться от собственной болезни, реализовав некоторую модель как диагноз? Как вытеснение, да? Да. Вообще есть такая теория замечательная, она мне очень нравится. Как возникла вообще профессия артиста в, так сказать, в древнем мире рабов напаивали до свинского состояния, и богатые люди, там, патриции, допустим, приводили своих детей и говорили, смотрите, вот смотрите, да? Вот они валялись в грязи, пьяны. Так поступать нельзя. То есть, грубо говоря, актеры, ну, творческие люди, это такие персонажи, такие существа, которые берут на себя, так сказать, право и опуститься до этой черноты, глубины и бездны, и в том иногда, конечно, подняться до горних, так сказать, высей. Можно я подскажу вам? Герцен ответил на этот вопрос. Мы не врачи, мы и боль. Вот так и отвечайте. Спасибо. Замечательно, замечательно. Вот, собственно, иногда нам приходится опуститься, так сказать, до этой бездны и взять на себя. Разумеется, легче становится, когда ты через себя это, так сказать... Я вас понимаю на слове, вы сказали приходится. Что же значит приходится? А разве в этом нет вашего главного интереса? Зачем вы это тогда делаете? Знаете, мне интересны темные стороны человеческой личности, человеческой природы. Мне это интересно, правда. Простите, но дело в том, что иногда... Почему приходится, если уж поймали на слайд? А дело в том, что иногда не реагировать невозможно. И человек по большей части времени, он жаждет каких-то блаженств, удовольствий, ну и как-то свою жизнь сделать более прочной и там как-то от нее жить. Но вот не реагировать иногда невозможно. Простите, пожалуйста, да, вот я все-таки стою здесь, ничего не понимаю, поэтому задаю опять идиотский вопрос. А разве вот не осталось одной из главных задач, чтобы не сказать функции искусства, все-таки сеять разумные, добрые и вечные? Наверняка есть сеятели, их полно. А вы ассенизаторы? Ну, скажите так, как угодно, называйте, как хотите. Понятно. Есть реплика? Ну, во-первых, я бы хотел, значит, возразить своим уважаемым понятным, наносить на то, что это не кино. Это кино, и более того, это видео и анимация вместе. А что касается такой двойственной манеры игры, когда человек как бы со стороны смотрит на то, что он делает, это Италий Александрович Анатольевич сказал, они все изображают. Это такая манера изображения. Кстати, последний просто писк. Есть возражения, пожалуйста. Насчет анимации, мультипликации. Ну да, конечно. Как раз они для того и вставлены, чтобы мы не подумали, что это спектакль. А мы думаем, потому что актеры играют так, потому что так написана пьеса, потому что, когда произносится этот дивный матерный монолог, то одно дело, когда он произносится вживую, в зрительный зал, у Хантки есть целая пьеса «Оскорбление публики», где вот так оскорбляют зрительный зал, и возникает колоссальный нервный болевой контакт, который, очевидно, здесь и пытаются вызвать. Но когда человек так же талантлив, но долго и скучно матерится на пленке, возникает ощущение, ну, смешного. Подождите, ну вам скучно, а кому-то не скучно. А у вас Биндера фильмы театральные? Виталий, вот ваш герой, да, это антипод, антагонист вот этому наглому, пустому, потерянному, жалкому, нестрадающему, да, убивающемуся вокруг, изображающему жизнь поколению. Или нет? Я думаю, что нет. А кто он? Это такой же человек, который живет рядом с ними. А тогда чего он рот открыл на них, если он такой же? Потому что сумма накопленного негатива, она когда-то заканчивается, когда-то все заканчивается. Так и у него накопилось. Мы, на самом деле, все вместе живем рядом с такими людьми, как персонаж Юры. Мы все вокруг них ходим, так же смотрим. Просто у этого персонажа накопилось. Когда ваш персонаж открывает рот на 10-минутный монолог, 20% из которого идет матом, а 30% темпераментным матом, как вы, актер, считаете, он на это право в жизни имеет или нет? Кто? Милиционер, персонаж в той жизни, конечно, имеет. Я бы на его месте... Чем он его заслужил, скажите? Тем, что он живет в такой стране, тем, что он ходит по этим улицам, общается с такими детьми. Он заслужил это право высказывать его. Другое дело, стоит ли показывать этого милиционера на всю страну? С нашей точки зрения, стоит показывать. Вы начали отвечать на вопросы, которых я даже не думал задавать. Да? Это уже новый этап наших отношений. И мне хочется спросить у вас. Вот вы говорите, почему, Кирилл Серебряников, ты берешь такие пьесы? Ты что, лечишься от этого? У тебя что, диагноз какой-то? А что бы вы хотели посмотреть? Вместо этого кино? Да. Очень неконекционный вопрос, сейчас, Виталик. Вы попали в самую точку. Сегодня вечером жанр, в котором сделана картина, не самый желанный, не самый любимый для меня жанр. Можно я помогу Хаеву, как помог Герцен Анинскому, Анинскому, по блоку Серебряникову? А то вы и драматург, вы им теперь пишите. Да, когда вы спрашивали, что он, как он относится, в этом монологе для меня, самое главное, это единственный человек, который поставил диагноз всему, что происходит, и всем персонажам, и всем этим историям. Это диагноз? Подождите, диагноз такой. Вы дети! Вы дети! Вы по детским понятиям. Вот что такое эти все люди. Вот почему они достойны сочувствия и внимательного изучения. Потому что это заблудшие дети, которые не имеют... Так приятно, потому что, вы знаете, извините, что я перебью. Потому что мы про это говорили с артистами, и мы каждого персонажа, который выкинул, убил, утопил, придумывали как ребенка. Я хотел бы еще ложку дегтя добавить, можно? Только темпераментнее. Конечно, да. Дело в том, что мне представляется, что вот, ну и наше обсуждение это отражает ситуацию такой непервичности, что ли. Например, мы берем социальный слой, который, конечно же, есть в этом фильме, и вроде бы там о каких-то проблемах, заброшенности в мир, неадаптированности. Но понимаем, что это уже было, и есть гораздо более аутентичные произведения, которые это представляют. И в результате возникает такой странный рецептурный характер, что немножко взято этого, немножко того, немножко третьего, четвертого, и выстроена круговая оборона от мира. Не подкопаешься. Вам придерутся с социальной стороны, скажут, да нет, мы же хотели посмеяться. Или наоборот. В чем вот я с вами готов согласиться, хотя кто меня спрашивал, да? В чем я готов согласиться? В том, что здесь есть потрясающая смесь дерьма и шоколада. И каждый, разломив эту плитку в свою сторону, получает или одно, или другое. Да, вот это вам удалось. Мы в дерьме, но в шоколаде. Сейчас снова на некоторое время обсуждение в этой студии остановит реклама, но вы не уходите, поскольку обсуждение обязательно продолжится в программе «Закрытый показ». Мы продолжаем очень непростое обсуждение. Показание фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» здесь, в студии Первого канала, в программе, которая называется «Закрытый показ». Я потребую ответа, микрофон можно у вас, да? От продюсеров фильма Натальи Мокрицкой, Ульяны Савельевой и Леонида Загальского. Кому пришла идея снять фильм? Кириллу Серебренникову и мне. Вообще, я как бы киновед по образованию и по профессии. И вот решили мы вот сделать такое кино с ним вместе. То есть вам понравился спектакль? Мне очень понравился спектакль, мне очень понравилась пьеса, мне показалось, что там можно сделать кино, я уверена, что у нас получилось кино. Скажите, пожалуйста, а что лучше, спектакль или фильм? Кино, на мой взгляд, Кирилл, извини, получилось глубже, интереснее. Спектакль будет... Очень разные вещи, очень разные. Я понимаю. Спектакль такой, он аттракционный, он смешной. Понимает, Кирилл, он понимает. Спектакль очень смешной, там аттракцион на аттракционе-то, он действительно очень веселый. А кино, на мой взгляд, действительно получилось очень глубокое. Глубокое, серьезное, хорошее кино. Я вот только что прилетела из Берлина, там был показ. И, да, наши эмигранты, конечно, в основном приходят наши эмигранты, они вот, то же самое происходило, то есть кто-то ненавидит, а кто-то очень любит, и кто-то говорит спасибо, какая-то женщина с акцентом немецким закричала, у меня сын такой же вот неприятный человек, такой же, да, да, а другие там говорили, а почему, почему мы так ненавидим ваше кино, спрашивали у меня замечательные люди, да потому что вы такие. А нечего на зеркало пинять, колерозик. А я говорю, а просто потому что вы породили таких детей, поэтому вам оно и не нравится. Понятно, спасибо, спасибо. Наталья, Наталья Колесова. Мой любимый персонаж в этом фильме, следователь, капитан милиции, и мне очень жаль, что иногда в прокате его матерный монолог бывает затерт, я надеюсь, что в Риме мат был полностью, потому что, честно говоря, колорита бы сильно не хватало. И я могу сказать, что вот вся эта переполненность пустотами, которая присутствует в нашей жизни, через... Как вы сказали, извините. Переполненность пустотами. Это термин Венедикта Ерофеева из его гениальной пьесы «Шаги командора» или «Вальпурги Иванович». Вот я и думаю, да. Вот. Мне кажется, что в этом монологе она прорывается, ну вот тем, чего мне иногда тоже не хватает. Я, знаете, тоже иногда люблю сказать что-то такое по поводу окружающей меня жизни, в которой, к сожалению, оказывается, что люди очень легко могут убить, просто потому что они как-то не задумываются о том, что этого нельзя делать. Им как-то вовремя это не объяснили. Печально. Ну, факт. Но, вы знаете, вот, опять же, в течение всей сегодняшней дискуссии вы все время говорили о Гамлете, все время говорили о том, что юноша убивает мать, соответственно, любовника матери, и, ну, еще заодно девушке достается. Но, мне кажется, что упущен такой момент. Ведь Валя говорит, я не был уверен, что они умрут. Он же видел, как капитан ест эту отравленную рыбу, и он не погиб. Правильно? Соответственно, он как бы играл, он пробовал. А вдруг они выживут? А вдруг они погибнут? А что будет, если так? А что будет так? То есть, вот вся эта имитация, о которой, опять же, мы постоянно говорим, изображение жертвы, изображение палача, изображение убийства, подмена истинного ложным. Поэтому вот в этой, как раз, истории с финалом, который, кстати, отличается от театральной пьесы братьев Пресняковых, вот вся эта история, она как раз и говорит, выводит нас, к сожалению, опять же, на Шекспира, который, как известно, говорил, что цель искусства во все времена была держать, так сказать, зеркало перед природой, покажать каждому веку истории. Правильно, да, что Лев Николаевич его терпеть не мог. Итак, конечно, мы не услышали и половины того, что хлокотало в ваших сердцах. Сами виноваты, я вам давал такую возможность. Но что-то мы услышали. Я хочу спросить у группы, у актеров и режиссера, которые здесь присутствуют. Что-то нового вы о фильме узнали? Какие-то слова задели вас, за живое, если это живое есть? Какие-то слова заставили вас изменить отношение к сделанному? Или, в чем, собственно, наверное, и есть задача критики, попытаться пойти дальше? Что-то вас обидело, расстроило, обозлило? Андрюш, но я много интересного услышал о фильме, хотя смотрел его много раз. И для меня этот фильм после сегодняшней беседы стал еще более глубоким, более философским, потому что я, может быть, больше уделял внимание некой внешней форме, неким смешным, ироничным моментам. Сейчас я понял, что это серьезная притча о нашей жизни. Эй, не-не-не, Игорь, не манкируйте этим, говорите. Как бы я, ну, немножко изменил свое отношение к окружающему миру, ко всему, что происходит вокруг. Как я... Вы лучше стали или хуже? Я стал лучше. Это хорошо. Я так считаю. Фильм принес, фильм принес пользу. Ну, как мне, так я надеюсь, что... Это лучше уже не бывает, Игорь. Нет предела совершенства. Я хочу сказать, что после выхода, изображая жертву, люди стали говорить, что российское кино не умерло. Это шедевр. Я считаю, что это шедевр. Спасибо. Шедевр, да. Пена. И считаю, что обозлив или расстроив меня кто-то может, тем более критика, да, это невозможно по отношению ко мне. Это под силу лишь автору и режиссеру. И это происходит в тот момент репетиции или в тот момент съемки, когда это есть, когда есть акт творчества, когда есть момент вдохновения, которое приходит. Только эта возможность, которая меня меняет. А я сейчас послушал разные люди, разные мнения. И этого бы не было, если бы мы не посмотрели это кино. Просто должен произнести, мне кажется, на бис кое-что. Знаете, вы думаете, что если я там произнес такой монолог, я говорю только этими словами? Нет. Большое спасибо всем зрителям, которые, глядя после просмотра этой картины, благодарят. Это самое главное, самое главное поощрение, самая главная награда за тот труд, который мы все вместе сделали. Хорошо. Спасибо большое за внимание. Спасибо за внимание и тех людей, которые открылись, как люди переживали эти истории, и художников, которые смотрели на труд своих коллег, и критиков, которые смотрели это как на явление. Но хотелось, знаете, что сказать? Это не было кино про кино. И не было желания сделать кино про кино. Это было желание думать, мыслить и как-то быть услышанными или услышать что-то другое. Спасибо за то, что все думали вместе с нами. Спасибо огромное. Спасибо. Скажу коротко, потому что подписываюсь практически под всем. Еще раз, так сказать, по-моему, состоялось и убедился в правильности теории по поводу актуального искусства, что когда окончательно, так сказать, произведение существует в обсуждении его. То есть не само произведение является финальным, так сказать, результатом, а его обсуждение. Это, мне кажется, сегодня произошло. Вот то, что сегодня было, это некий акт искусства. Во всяком случае, могу точно сказать, что мы честно делали свое дело. Мы занимались этим серьезно, мы не следовали никакой конъюнктуре. В нас есть действительно боль за то, что мы чувствуем про нашу страну, про то, как мы живем. И хотели мы ее выразить вот в такой форме. Не всегда мрачной, но местами и мрачной, местами смешной, местами ироничной, местами горькой. И если это получилось, если это заставило вас так чувствовать и думать, то мы счастливы. Спасибо зрителям. Я тоже хочу поблагодарить тех, кто досмотрел это обсуждение до конца. Я абсолютно убежден, что мы еще не раз встретимся в этой студии с вами, обсуждая уже другие фильмы. И призываю вас смотреть кино, наше кино, поскольку хорошее или плохое, нравится оно вам или не нравится, оно о нас. О нашей разной, не всегда счастливой жизни. Оставайтесь там. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ